Ну что ж, добрый день, добрый вечер, добрые ночи, доброе утро. В эфире передача «Бедным шагом по фотографам». Я и её ведущий Никита Рейнджер. Хм, лисник. Хм, а... Я не знаю, когда-нибудь эта передача начнётся без косяков, но не сегодня. Вот, в цикле этих передач мы развиваем вкус вместе. Сейчас, подождите ещё, пока эта херня включилась. Я даже не могу понять, где это. А, это тут же включилось. Это, кажется, лучше выключено. Ой, бля... Так, ладно, я надеюсь, приступа неконтролируемого разума в моём компьютере наконец-таки закончился. Всё, что можно было включить, тут уже включилось. Вот. Здорово, ССИМ Бакун. В цикле этих передач, наконец-то, надеюсь, ничего не мешает, мы просматриваем фотографии великих фотографов, самых лучших из лучших. Их порядка сотни, это абсолютно разные жанры. Вот. Развиваем тем самым вкус. Плюс видим, какие фотографии делают нормальные люди, что они, в общем-то, снимают, и как это должно выглядеть, когда это правильно и красиво, а не как... А, и, конечно, сравнивать это всё мы будем с российскими фотографами. Ну, в частности, мы всё это будем сравнивать с полужопием Максимом Армура, потому что написано, что это гениальный фотограф, которого, кстати, советуют преподаватели фотографии МГУ. Бывшие преподаватели. Вот. Ну, ладно. Мы пропустим Араки, потому что японский извращенец, там действительно много сисек, меня просто за это забанят. Кому интересно, сами нагуглите. Вот. Но такую фотографию, я могу сразу сказать, я там и не очень, я ещё и понимаю. Вот. Эллен Вон Унвертх. Провокационная, эмоциональная, по-другому сексуальная фотография. Бывшая модель снимает женщин так, как их хотели бы видеть мужчины. Ну, это прям просто находка для феминисток. Ну, что ж, бывшая модель снимает женщин. Давайте посмотрим. Ну, в общем-то, да. Как-то так мужчины и хотят видеть фотографии женщин. Раздвигай ноги, раздвигай, блядь. На тебе должна быть детская юбочка, кофточка и косички. Кстати говоря, из-за новых законов за такое вообще-то могут, наверное, уже теперь и посадить, потому что нельзя смотреть порнографию, где девушка одета как школьница. И аниме нельзя. То есть, даже прям не знаю, что теперь делать. Не будем больше к этой фотографии возвращаться. Хотя я бы её ещё посмотрел. Так, там и видно чуть-чуть сисечек. Ну, кстати, что-то подобное постоянно промелькивает. Ну, кстати, что-то подобное у меня было снято. Хотя здесь вот с этими подтяжечками, а я сказал, что подтяжечки надевать не надо, так как слишком извращенски получается. Есть мнение, что, возможно, образ... Ну, нужно было подтяжечки-то, наверное, надеть. Не знаю, правда, как они точно надеваются. Сейчас покажу эту фотографию. Эту серию фотографий. Вот она, без подтяжечек. Наверное, с такими вот колготочками было бы эротичнее. Хотя в тот момент я, если честно, думал совсем о другом платье. И вообще-то обещалось другое платье. И, в общем-то, всё другое обещалось. Поэтому так сходу что-то как-то я, видимо, не сообразил. Так, так, я вижу тут грудь. Надо это переключить. Крестик стоит здесь. Занятно, занятно. Ну, вообще, у бывшей модели фотографии, конечно, хорошие. Но, по-моему, если сравнивать то, как свет стоит у других людей, то у них оно как-то явно лучше. У неё в коробке лёд. Не знаю, что тут происходит. Но, тем не менее, это всё равно красиво. То есть надо уговорить людей, студию, свет поставить туда-сюда. Визажисты, стилисты. У меня буквально только что девушка написала, что у неё есть куча идей. Кхм. В результате я просто отмахнулся от неё, дал ей пару фотографов, сказал, смотри их. Потому что, ну, мне, честно сказать, неохота ничьи идеи обсуждать, и стилистов, и зажистов уж тем более. Ну, это всё красиво. А, нет, сиськи. Кстати, в Москве есть тоже что-то подобного такого моста. Хотя нет, не подобного такого мосту. Но есть достаточно длинный мост с колоннами. Вот. Приглашал туда людей. А они говорят, это слишком далеко, и поэтому никто никуда ехать не хочет. Красивая девушка с подносом. А вина. Так, я вижу снова грудь. Ну-ка, перелеснём-ка. Это что-то очень похоже на фото Хельмута Ньютона. Но только тут не одна уже, а две девушки. Вот тут какая вот маленькая звёздочка. Что-то тут у нас ещё есть. Ну, в общем-то, и всякие украшения. Портрет в высоком ключе. Ну, в общем, занятная, конечно, фотография. Но много грудей, поэтому опасно, опасно смотреть. Так, кто-нибудь что-нибудь пишет? Нет, не пишет сколько у нас. Два зрителя? М-м-м. Понятненько. Ну да ладно. Посмотрим дальше. Потому что фотографии хорошие, но всё-таки много обнажёнки. И это не круто. Что там у нас дальше? Лени. Ревенсталь. Продолжательница... Продолжательница традиции Радченко в кино. Господи, что это вообще такое? Ракус и тоталитарная динамика в кадре. Фотограф, режиссёр гитлеровской Германии с непростой судьбой. Ну, отлично. Посмотрим, как там фотографировали гитлеровскую Германию. Тоталитарное движение и всякое такое. О, это вроде она... Даже можно увидеть автора. Конечно, удивительно. Человек... Чёрт знает когда... Фотографировал Гитлера. Вроде как он ещё до сих пор живой. Ну, может... Не знаю, надо загуглить, но, тем не менее, то есть... Буквально недавно ездили какие-то допотопные танки, у которых там рации не было, никаких компьютеров. А сейчас он сколько всего, а некоторые люди до сих пор живые, которые и тогда-то были. Вот. А какие-то дегенераты ВКонтакте рассказывают, что все там ветераны уже давным-давно померли. Ну, что тут насчёт тоталитарного движения и Гитлеровской Германии? Где толпы фашистов? И всякое такое. Ну, как обычно, фотографий самого автора больше, чем его фотографий. О! Или не О! Неужели это её фотография? Потому что это как из-за клипа Рамштайн. Как же там она отпилась-то? Лет ли... Что-то там... Стрепт... Существует ли эстетика фашизма? О, господи. Так, ладно, перейдём как-нибудь по какой-нибудь ссылочке, потому что в Яндексе не находится. Так. Нашлись какие-то фильмы. Так, ладно. Тогда не будем Германию смотреть, потому что, опять же, фотография автора вместо фотографий. Генеральный пионер-портретист сформировал во многом классический портрет Эдвард Стрейчин. Что-то подперли древнючие фотографии. Ух ты, какие фотографии там в маленьких картиночках уже видно. Какая жуткая жуть. В каком году-то он хоть родился? Ну-ка, ну-ка. А что, нет, 1879-й. И в 1973-м умер, ну, относительно даже недавно. Это в 1900-м году. Это до Первой мировой. До Второй мировой. Это вообще жесть какая-то. Ну, выглядит, конечно, мощно. Ого. Что он снимал почти что сто лет назад. Красотища, красотища. То есть, прям, такое чувствуется какая-то передача некой, не знаю, скульптуры. Возможно, там, закос под какую-нибудь статую свободы или типа того. То есть, прям такое вот. Вот это мощь, мощь, конечно. Да, такая фотография, наверное, поражала просто в тот момент людей, которые, конечно, видели. Так, достаточно миленький портретик. Портретик со спиной. Какая мощная у женщины спина. И такой еврейский носик или какой-то такой француженка еврейского разлива. Такие черно-белые, почти что квадратные кадры. Вот, ну, в целом красиво. Девушка с красканьем. Девушки на каком-то корабле. цветочечки. Девушка возле лестницы. Правда, я понятия не имею, что именно он здесь сформировал. Неплохо было бы, конечно, загуглить, но тем не менее. Опа, кадр со совмещением. Или она смотрит через штору. Так, это тоже фотография. Что-то прям как-то вообще печальненькое. Да, выглядит круто. Прям как обложка какой-нибудь книжки. Ну, фотографии сто лет назад выглядели даже уже, наверное, больше сто лет. Ну, просто супер-дупер шикарно. Хотя, несмотря на то, что они такие старые, но даже вот так вот сделать, чтобы это было вот, например, наполовину все размазано, но при этом, чтобы это было красиво. Ну, это я прям даже не знаю. Ух ты как! Вот это да! Вот они фотографии с прыжками и всяким таким. Вот он, кто был первый-то, оказывается. Ну, надо же, ну, надо же! Ну, а вот эту фотографию я очень часто видел, ну-ка, ну-ка. Правда, не могу вспомнить, где я и в каком контексте, но тем не менее. Ух ты, как я и в каком контексте. Ух ты, какая красотища. Ну-ка, здесь еще есть какая-то и японка-китаянка. Тоже красотища Да Да Так, а теперь Положопим армуром Гениальный российский фотограф Московский фотограф Посмотрите Гениальность Не знает границ Все, посмотрели, хватит Потому что я не знаю Мне просто удивительно Как люди, например Преподаватель фотографии в МГУ Причем, когда спрашиваешь конкретный вопрос Например, а как у Ирвана Пэна Ставится свет Тут тебе ответ Профессионал может увидеть Постановку света По фотографии Вы можете сходить в какой-то музей Прочесть какую-то литературу В итоге спрашиваю Так, свет-то как Ставится на эту фотографию? Ну, тут один источник света И отражатель Потом проходит немного времени Ну, возможно, два источника света И отражатель Но по факту человек не знает Потому что там не два источника света Их там как минимум четыре И вообще под большим вопросом Есть ли там отражатель Вот, как-то так И вот люди, у которых Ну, например, профессия Преподаватель Не знаю, фотограф Преподаватель фотографии Которые где-то в МГУ там отучились Под большим вопросом А чему их там конкретно учат? Потому что по факту Они должны знать всех Всех вот этих людей Вот сотни вот этих фотографов Ну, и хотя бы там По парочке их лучших фотографий Ну, хотя бы имена их знать Вот И вот после всякого такого Вот после таких Ну, шикарных фотографий И то это мы даже половину По-моему, не просмотрели Ну-ка, ну-ка, ну-ка 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 Бля, красиво Я, правда, думал С нее это как Песок Но, наверное, это был Такой закос Под песок Что вот Стоит девушка Посреди пустыни Типа на нее Дует ветер И как бы от нее Такой песочный шлейф Тоже что-то такое Постоянно вот где-то В играх Проскакивает Особенно когда пытаются Пустыню показать Да, круто-круто И вот люди Которые видят все это Потом На полном серьезе Ну, советуют Вот это Как так, блядь Как так Мне непонятно Вот Ну, в общем, толковые фотографии Настоящие толковые Причем, ведь это же Сто лет назад Конечно, до этого Люди тоже фотографировали Но Отчасти ты должен быть Таким Каким-то полуоткрывателем И выдумывать что-то свое То есть Как-то придумывать А вот А вот Как вот можно Снять там Я не знаю Человека А насколько его можно Обрезать А насколько нельзя То, что там правило То, что нельзя Например, сустав резать Середины кадра Ну А его же не всегда знали Его еще надо придумать Там в ходе Сотен Сотен фотографий Которые тогда В те далекие времена Были Ну, они, конечно Тогда тоже были Там Были от с тысячей Фотографий Не проявленных Но, тем не менее И вот это все Надо было Придумывать самому О, нет У меня Зависла Мозилла Ебучий компьютер Потом говорят Искусственный интеллект Он еще не развит А у меня в компьютере Искусственный интеллект Он постоянно тормозит Так-так Не надо Что-то такое 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 Я даже не знаю Похожее на Джокера Что ли Какое-то такое Такое Безумное Я Я прям даже Ну Ну Круто Круто Да Клевая фотография Вот, пожалуй На этой фотке Остановимся Ну Клевая Клевая Гениальный Пионер Да Это фото Конечно Это не Полужу Комармару Так Ебучая Стойка Блять Как же они Сука Загибали Блять Один месяц Не могут Барака Босса Брать Это что ж Такое-то Легендарный Фотограф Начала 20-го Века Доказал Что фотография Это Искусство Альфред Хичкок Нет, не Хичкок Альфред Стейглитеза Сли Я не знаю Как это прочесть Так Ну что ж Посмотрим Фотография Это искусство Так Грудь смотреть Не будем Грудей Много Начало 20-го Века Окшу любили его Наверное Люди За такие Фотографии Ну Блять Как бы Ну Откройся Что ж Так Ну Красивый Портрет Красивые руки Кстати Вот подобное Что-то подобное Я тоже видел Правда Там руки Были В такой Типа Нефти Или Типа Масле Типа Рабочие руки Руки Рабочего Посмотрите Какие они Там Не знаю Вильгерти Да Вот это Вот клево Вот эта Вот зеркальность Дерево Сразу Приобретает Кстати Такой Вид Как из Фильма Чужой Вот Всякая Всякая Там Вот какая-то Такая Штука Была Вот как Фильм Чужой То есть Прям Прям Очень прослеживается Только Вот если Вот это Вот Заменить Например Черепами Там И Позвоночниками То вот Что-то Такое Прям Как Вот Какая-то Такая Жуткая Жуть Ну Круто Круто Вот вам Откуда Растут Ноги В архитектуре Там Корабли Чужих Я Я Думаю Правда Что Тот Автор Который Там Нарисовал Этого Чужого Он Не Видел Этой Фотографии Мне Кажется Что Видел Потому Что Ну Очень Конечно Похоже То Прям Вот Прям Ну Прям Как Кусок Какого-то Вот Вот Такого Инопланетного Корабля Так Ладно Глянем Дальше Ну Опять же Америка И опять же То На что Я Обычно Обращаю Внимание Это На то Что Вот Вся Реклама В Америке Она Очень Красиво Гармонично Смотрится То есть Несмотря На Не важно Что это Знак Какая-то Надпись Здесь Какая-то Надпись Но все Это Так Красиво Ёлки-палки У них Форы Черт побери Вот Москву Нельзя Так Спутать Вот Нельзя И все Хоть Ты тресни Просто Тупо Нельзя Потому Что Тут Будет Аптека Здесь Будет Банк Взади Будет Какая-то Полу Современный Фасад На Старом Здании Ну И всякая Вот такая Бескусица Так Ну Где-нибудь Что-нибудь Еще Нужно Гениального Найти Да Мощно Мощно В том Феминистике Рассказывают Что кто-то Педалирует Там Ихнюю Красоту Хотя Вот вам Девушка С небритыми Подмышками Хотя Не знаю Сто лет назад Наверное Так и Должно Было Быть Но это просто Красиво Даже Даже Не знаю Что Сказать Просто Красиво И Все Причем Так Ломает Воображение Потому что Они тут Идут По дороге А тут Еще Какая-то Дорога Выше Них То есть Как так Это Не знаю Лестница Которая Ведет Куда-то В сторону Или что Это Вообще Такой Там Сзади Лестница По которой Можно Вниз Спуститься В общем Такая Не знаю Интересная Вещь Так Спящий Дяденька Кстати А вот это Прямо Образ Российского Певца Это Девушка Под Как там Блядь Девушка Днестровиша Там Из Подмосковья Ла-ла-ла-ла Вот он Весь Кстати Был Вот прям Какой-то Такой же Ума Турман Или кто Они там Так Ну тоже Конечно Шикарно Прям Как Вот Прям Прям Как Картина Картина То есть Даже Прям Ну Я даже Не знаю Это Фотография Но Выглядит Она Все равно Как Самая Настоящая Картина Или Вот Это Тоже Такое Не знаю Почему Она Правда Все Рыжая Но Выглядит Все равно Красиво Так Повеяло Какой-то Я не знаю Фанты Что ли Опа Ну-ка Ну-ка Красивая Девушка Нифига Себе Ох Шлюбили Наверное Фотографа За такие Фотографии И тоже Нормальная Здоровая Женщина Гляньте Какая Она Крепкая Так Так Что Конкретно Здесь Творится Мне Не очень Понятно Какая-то Штука С дырочками А здесь Какая-то Фотография И Какой-то Дяденька Типа Он решил Показать Как было И как Стало Или Что-то Чё-то Как-то Не очень Понятно А это Окей Только Только Портретик Блин Портретик Не в резкости Причём Видно Что Резкость На тарелочке Жаль Жаль А вот Это Напоминает Образ Образ Смерти Из фильма Из фильма Из фильма Из фильма С Арнольда Шварценеггером Где у чувака Был особый Билетик Благодаря Которому Он мог В фильм Перемещаться Была Смерть В конце Я даже Гуглил Чё-то Какая-то История У этого Персонажа Была Красиво Красиво Похоже Похоже на Криса Рока И поэтому Мы переключим Так Та же Девочка Снова Не в резкости Ну Красотища Кстати Опять же Реклама Вот здесь Какая-то Рекламушечка И вот Здесь Не знаю Правда Почему Это так В тени Но Тем не менее Шрифт У них Одинаковый И все Это в каком-то Одинаковом Стиле Никак Попало Да Круто Америка Все-таки Выглядела Ну Девушка С Яблонями Так Опять Девушка Похожая На Мужчину Или Это Мужчина По-моему Это Девушка Очень Похожая На Мужчину Не будем Включать Очень Какой-то Странный Вкус У Автора На Мужа Подобных Женщин Я не знаю Может Это его Жена Ёб твою Мать Переключайся Но Выглядит Это Как-то Прям Че-то Как-то Вообще Че-то Я прям Даже Не знаю Ну-ка Фотография С лошадкой Красиво Красиво А вот Фотография Вокзала С этими Вот Линиями Да Есть Фотография Вокзала Что-то Такое Ну-ка Огонь Да Тут Шикарно Прям Прям Как из Фильмов Что-то Такое Прям Я даже Не знаю Когда Показывают Как выглядит Телепортация Там В другой Мир И вот Там Что-то Такое На небе А тут Дальше Вот Просто Черная Дыра Со Звездами Ну Это Конечно Очень Мощное Фото Прям Такое Прям Вообще Как-то Нечеловеческое Космическое Прям Крутизна Да Это Шикарно Это Шикарно Аж Почему-то Напомнило Мне Последних Этих Людей Как Они Там Ёпт Мать Блядь Про Супергероев Господи Ладно Не буду Эти сорта Говна Вспоминать Но тем не менее Дочь Штайн Апер Эх Блядь 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 Ебучая Я Не понимаю Вот Я Если Вдруг Вижу Что Кто-то Говорит По На Иностранном Языке Я Ему Не пишу Ничего На русском Потому что Я знаю Что он Меня не поймет А Америкосы И вот Мне Вот Всякие Вот эти Они Именно Пишут Вам Не на русском Потому что Они считают Что вы должны Это знать Потому что Они Расисты В этом Очень Большая Разница Ну Конечно Красотища Полная Если Не считать А вот Этих Мужеподобных Женщин Вот Хотя Это Выглядит Как просто Фотография Ночью Но тем не менее Не будем Придираться Так А что тут За муть С коняшами Да Красиво Красиво Ладно Поставим Снова Где у нас Тут огонь Потому что Фото с огнем Ну Оно Реально Крутое Кажется Я его Прилистал Ох уж Эти мужеподобные Женщины Так Ага Вот Вот Эта Фотография С огнем Которая Выглядит Просто Как я не знаю Телепортация В какую-то Другую Вселенную Очень Круто Очень Круто Прямо Так Ну Что ж Посмотрим Дальше Роджер Хентон Военный Репортаж И жизнь Людей 19 века Один Из первых Ну что ж Одна из первых Военных Репортажек Сейчас Заценим Заценим Так Ну это Видимо Фотография Как хреново Где-то Воевалась Какая-то Какая-то Явно Люта Пустошь Хотя Что это За Кружочки Это Наверное Пушечные Ядра Ну-ка Сейчас Приблизим Да По всей Видимости Это реально Пушечные Ядра Даже Не знаю Откуда Их Здесь Столько Наверное По этой местности Кто-то шел И их Обстреляли Или Типа Того Так В компьютере Опять Просыпается Искусственный Интеллект Так Ну что ж Ну правда 19 век Это Ну пипец Как давно Где танки Где техника Солдаты С таким Чайничком Ну А вот это Красиво А вот это Красиво Да Это Очень Крутое Фото Прям Очень Очень Да Печалечка Не знаю Что тут происходит Ему дают Бокал Вина Но Посмотрите 19 век Боже мой 19 век Вы гляньте На этот Графин Из стекла И вообще Вполне Может оказаться Что он вообще Из какого Нибудь Хрусталя Горного Ёлки-палки А не какая-то там Дурацкая Алюминиевая Беспонтовая Кружка Которую даже В руках Держать Неприятно Ну вот А потом Оказывается Оказалось Что еще Алюминий Вреден И вызывает Там Выкидыш У женщин И черт знает Еще Наскопан Вреден Мужикам Но Да Вот 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 Это Конечно Война 19 века Женщины В платьях И все Живут В каких-то Беспонтовых Сараях Сарая Выглядит Совсем Не круто Это Разбитый Военный Лагерь Да Наверное В 19 веке Эту фотографию Тоже очень сильно Любили Так Натюрморты Ну кстати Отличные Натюрморты Если честно Прям Вот Прям Вот это я вижу Очень похоже На смородину Какую-то красную Персики Сливы Ананас Вот Графин Где-то Где-то Взади Клубника Там Какая-то Не знаю Что его Делает Красивым Но Выглядит Красиво И не только Потому что Здесь Очень много Всяких Разных Фруктов А вот Это Здоровенный Кружок По всей Видимости А просто Как-то Вот тут Все Так Вот Скомпоновано Много Много Разных Кружочков Прям Видишь Такое Хочется Сорвать Виноградину Так Солдаты 19 Века Которые Позируют Я правда Не знаю Что это За Квадратная Не знаю Тумба С кучей Шерсти Выглядит Как стал Вот этот Стиляга Ёлки-палки 19 Век Ещё Гитары Электрическую Не придумали А он уже Стоит Как Я не знаю Заядлый Рокер Все Люди Как люди А нет Вот это Тоже Гляньте Какой Какой Рокер Кажется А не пара Не знаю Сейчас Если В военной Форме Вот Принять Какую-то Такую Позу Тебя Мягко Сказать Не поймут Так Ещё Какая-то Древнючая Фотография Ещё Один Натюрмуртик Тоже Выглядит Красиво Это Явно Какие-то Российские Высоты Бля Возможно Эти Солдаты Они Вообще-то Воевали Где-нибудь Там Я не знаю Восмежных С Россией Территорий Пытались Воломить Нам Кстати Говоря Да Ещё Парусные Корабли Ёлки-палки Это Древнючие Пушки Куча Лошадей Все Постоянно Бухают Куда Ни Глянь Везде Бутыль С Водярой Девочка У него Бутыль С Водярой Так Фотография Людей Наверняка И Это Бутыль С Водярой Сейчас Мы Посмотрим Солдат Так Неужели Ни у кого Нет Бутыля С Водярой Как же Так Нет Я вижу Фляжку С Водярой Ну вот Они Снова Бухают Так Ну-ка А следующая Фотография Господи Они Тут Бухают И Даже Когда Там Ранен Чувак Валялся Ему Тоже Наливали Бухнуть Очень Дух Времени Скажем Так Красиво Блин Красиво Так Это Походу Дело Снова Какая-то Не знаю Россия Что ли Судя по тому Каким Все стало Вдруг Черным Мрачным И Вообще Некрасочным Какая-нибудь Часть Красной Стены Судя по Вот Этой Башне Ну да Вот Он Этот Как он Там Называется Упало Храм Там Какой-то Кремль Черт Знает Где Я раньше Думал Что Вот Это Называется Кремль Но Нет Ну Фотография Выглядит Как Полная Жопа Хотя Камень Здание С камня Камень Камень Мостовая Камень Все Камень Вот Эта Стена Камень Камень И потом Мы Переключаемся Там На какие-то Военные Фотографии Там Какая-то Жопень Разруха И вообще Как-то Явно Не весело О Какая Тут Штука На Пушке Наверное Не знаю Правда Зачем Наверное Чтоб Никого Не убило За Но И при этом Качество Фотографии Явно Как-то Возрастает Не знаю Походу Дело В России Это Есть Какая-то Особая Магия Что ли Если Ты Видишь Фотографию В ней Херовое Качество Знаешь Что Это Либо В России Либо Где-то Рядом С Россией Чем Качество Лучше Чем Дальше От Нашей Страны Вот Вот Они Купола И Все Полная Жупа Какая-то Так Ладно Что у нас Много Еще Будет Частей Этой Отличной Замечательной Передачи Да Батхман Не Ну Ты можешь Конечно Задонатить И я Сделаю Что-то Другое Вот Но Я Просвещать Хочу Ты пойми У нас Остался Еще Один Лист Еще Один Лист Ну Собственно И Еще Один Лист Правда В самом Конце Листа Целая Куча Фамилий То есть Ну В общем Еще Серии На 10 На одном Листе 18 Фамилий Ну Да Где-то Серии На 10 Ладно Спрашиваем Какие-нибудь Вопросы По поводу Фотографии Вот Жопа Мармура Полужопа Извиняюсь Мармура Вот И Ну В общем Кто как выглядит Нормально Фотография Вот Это Искусство Это Действительно Искусство Потому что Ну Как это Сделать Ёлки Палки Красота Красота И Вот Это Какое-то Джокерное Безумие Хотя Это Очень Древнючие Фотографии Ну И Вообще Вот Это Всякое Такое Вот Это Действительно Гениальные Красивые Фотографии Так Ну-ка Тут У нас Что Надеюсь Без грудей Нет С грудями Черт Побери У нее Огромный Никон Хочу Такой Большой И Другой Фотоаппарат Так Ладно Раз Никто Ничего Не Спрашивает То Я Тогда Закругляюсь Нет Никто Ничего Не Спросил Все Раз Ничего